В Саратове прошла антинаркотическая акция. Полицейские и общественники закрашивали рекламные надписи на стенах домов. Стражам порядка пришлось вооружиться баллончиками с краской. Фронт работы был большой, сразу несколько районов. Правоохранители призывают саратовцев не проходить мимо скрытой рекламы, а сразу обращаться в управляющую компанию и в полицию. За нанесение на стены зданий надписей, содержащих ссылки на интернет-магазины, осуществляющие продажу наркотиков, законодательством предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц сумма может составить вплоть до миллиона рублей. В Саратове стартовал седьмой международный фестиваль «Принцесса цирка». Он продлится до 24 октября. В общей сложности зрителям покажут 25 номеров. Представят их артистки из 13 стран. Это США, Монголия, Вьетнам, Италия, Австрия, Ирландия, Казахстан, Украина, Куба, Австралия. Есть и уникальные представления. Так, к примеру, впервые в мире будет показан номер «Девочка на тактильных досках». Напомним, фестиваль «Принцесса цирка» проходит в Саратове с 2005 года. За это время 730 циркачей продемонстрировали свои таланты. Победительница конкурса получит золотую корону. Сообщает информагентство «Саратов-24». Саратовский «Протон» одержал победу в Калининграде. Там прошел первый матч в рамках полуфинала Кубка страны. Наша команда показала яркую игру и обыграла «Краснодарская Динамо» со счетом 3-1. Сегодня саратовским волейболистам предстоит сразиться с Череповецкой «Северянкой». Девушки борются за путевку в финал четырех, который пройдет в Санкт-Петербурге. Бухмекеры считают, что у «Саратовского «Протона» есть для этого все шансы. Продолжение следует...